Вопрос. Если я соберусь отправиться в путь на расстояние более 100 миль, примерно 160 км, то сколько ракатов мне совершать до отправления в путь и после отправления? Я считаю, что следует совершать два раката до отправления в путь и после, это верно? Ответ. Хвала Аллаху. Это мнение избрала группа ученых, среди которых Ибн Кудама Аль-Макдиси и шейх Улислам Ибн Тимия. Во-вторых, путник входит в положение путника, а значит может использовать дозволенные ему послабления только после того, как покидает свое селение или город. И он считается путником, а значит и пользуется послаблениями, до тех пор, пока не вернется в свой город. Ему запрещено сокращать молитву, пока он не отъедет от зданий в своем городе или селении. Ему не дозволено сокращать молитву, пока он находится в своем доме или в своем городе. Ученые придерживались разных мнений относительно разговения. Некоторые ученые говорили, что ему можно не поститься, если он имеет твердое намерение выйти в путь и уже подготовился к путешествию. Большинство же ученых считало, что ему можно разговляться только тогда, когда ему станет дозволенным сокращать молитву, то есть пока он не отъедет от своего дома. Это мнение сильнее и ближе к предосторожности. Шейх Ибн Русеймин, да помилует его Аллах, сказал. Может ли человек разговеться, если он твердо вознамерился выйти в путь и подготовился к этому, или условием является то, чтобы он отдалился от своего селения? Ответ. В отношении этого предшественники высказывали два мнения. Некоторые ученые считали, что человек может разговляться, если он подготовился к путешествию, и ему осталось лишь отправиться в путь. Упоминается, что Анас, да будет доволен им Аллах, поступал подобным образом. Если поразмышлять над смыслом аята, а если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время, то станет ясно, что это мнение неверно, так как человек в этом положении все еще не в пути, он еще здесь, на месте. Поэтому человеку запрещено разговляться, пока он не оставит строение своего города или села. До выхода в путь нет, так как он все еще не отправился в путь. Верным является мнение, что человек не может оставлять пост, пока не покинет свое селение. По той же причине, по которой ему запрещено сокращать молитву, пока он не покинет свой город, ему запрещено разговляться, пока он не выйдет из города. Смотрите Ащархуль Мумти, том 6, страница 346. Поэтому человеку, который твердо решил выйти в путь, запрещено сокращать молитву, пока он находится в доме. Допустимость сокращать молитвы связана с путешествием, а человек, находясь в доме, еще не считается путником. Таково мнение большинства ученых. В этом вопросе есть некоторые другие малочисленные мнения. Одно мнение гласит, что человеку можно начинать сокращать молитву уже дома. Другое, он не может сокращать молитву, если вышел в путь днем, пока не наступит ночь. И третье, он может сокращать молитву, как только покинет стены своего дома. Ан-Науида, помилует его Аллах, сказал, Наш Мазхаб, то есть Мазхаб Шафиитов, считает, что человек может начинать сокращать молитву только тогда, когда покинет строение своего поселения. Он не сокращает молитву до этого, даже если уже покинул свой дом. Этого же мнения придерживался Малик, Абу Ханифа, Ахмад и большинство ученых. Ибн-Уль-Мунзир рассказал об Аль-Харисе ибн Рабиа, что когда он решил выйти в путь, то в доме совершил с ними молитву в два раката. Среди них был Аль-Асвад ибн Язид и несколько сподвижников Ибн Мас'уда. Ибн-Уль-Мунзир сказал, этот смысл мы передали от Атаа и Сулеймана ибн Мусы. Ибн-Уль-Мунзир сказал, Аль-Мужахид сказал, путник не сокращает молитву днем, пока не начнется ночь. Ибн-Уль-Мунзир сказал, мы не знаем никого, кто бы согласился с ним. Аль-Кады, Абут-Тайеб и другие передали слова Аль-Мужахида, если человек вышел в путь днем, то он не сокращает молитву, пока не наступит ночь. Если он выйдет в путь ночью, то он не сокращает молитву, пока не наступит день. Передается от Атаа, что он сказал, если он отойдет от стен своего дома, то может сокращать молитву. Эти два мазаба, мнения неверны. Мнение Аль-Мужахида опровергается достоверными хадисами пророка, салаллаху алейхи вассалям, о том, что он, покидая Медину, сокращал молитву в Зуль-Хулейфе. А мнение Атаа и тех, кто согласился с ним, опровергает само определение путешественника. Путник может совмещать две молитвы до выхода в путь. Если ему в пути вторую молитву вовремя совершить будет сложно. Что касается сокращения молитвы, то нет. Шейх ибн Утеймин, да помилует его Аллах, сказал. Возможность сокращать молитву при пребывании на одном месте не ограничена определенным сроком, пока вы намереваетесь вернуться к себе на родину. Таково верное мнение в этом вопросе. Если же вы намереваетесь остаться в определенном месте постоянно, то путниками вы уже не считаетесь. Все нормы, связанные с путешествием, начинают действовать с того момента, как путник покидает родину и отъезжает от строений своего селения и города. Вам не дозволено совмещать молитвы, пока вы не покинете город, если только вы не опасаетесь, что вам во время путешествия будет тяжело совершать вторую молитву. Назму Аль-Фаттауа ибн Утеймин, том 15, страница 346. Шейх Салих Аль-Фаузан, да хранит его Аллах, сказал «Если наступило время полуденной молитвы, и ты все еще не вышел в путь, то ты обязан совершить полуденную молитву полностью, без сокращения. Что же касается после полуденной молитвы, то если твое путешествие закончится во время полуденной молитвы, то ты также совершаешь ее полностью и своевременно. Если же путешествие продолжится с полудня до заката, то есть до момента, когда время после полуденной молитвы уже выйдет, и ты не сможешь покинуть автомобиль, как ты сказал, водитель не согласен останавливаться, то нет плохого в том, чтобы совместить в этом случае молитвы, так как совмещать молитвы, имея уважительную по шариату причину, дозволено. Однако молитвы следует совершать полностью. Все еще оставаясь в своем доме, ты совершаешь полуденную и послеполуденную молитвы, совмещая их и совершая послеполуденную раньше ее времени. Но ты совершаешь обе молитвы полностью, каждую из них по четыре раката. Ничего плохого в совмещении молитв нет, так как в этом случае оно дозволено. Что же касается сокращения молитв, то в доме действие этой нормы еще не начинается. Сокращать молитвы можно только после того, как ты покинешь строение того города или селения, где проживаешь. Он, да хранит его Аллах, также сказал, нормы, связанные с путешествием, действуют с момента выхода или выезда из города или селения, когда человек выезжает из города, в котором он постоянно проживает, с момента, когда он отъезжает от строений этого города. Именно с этого момента начинают действовать нормы путешествия. То есть сокращение молитв, разговения в Рамадан и другие. Если же человек еще не покинул строение своего селения, то нормы путешествия для него еще не действуют. Если время обязательной молитвы наступило, когда человек все еще не покинул строение своего селения, то он совершает эту молитву полностью и своевременно, как и остальные постоянные жители, потому как нормы путешествия еще не начались, даже если он, выйдя в путь, проехал из одного квартала или улицы в другой. Он не считается путником, пока не отдалится от всех строений своего города или селения. Аллах знает лучше.